Трагедия в Кульджи, совершенная оккупационным Китаем в Восточном Туркестане 5 февраля 1997 года, до сих пор вызывает протесты во многих городах мира, особенно в Стамбуле. Трагические столкновения в Кульджи привели к убийствам, насильственному лишению свободы и тюремному заключению сотен уйгурских молодых людей, которые вышли на мирную демонстрацию, требуя защиты своих прав и свобод. Международная ассоциация неправительственных организаций Восточного Туркестана объявила о 27-й годовщине трагедии. В Стамбуле будет проходить акция протеста 5 февраля в 11.00 перед консульством Китая в Сарьере. Абдулджалил Каркаш, президент Центра культуры и информации Восточного Туркестана, назвал убийство уйгурской молодежи, мирно выступавшей на демонстрации в Кульджи, фактом геноцида и сопротивления уйгурам. В годовщину этого события продолжается скорбь по погибшим и поиске справедливости. Посол Турции в Пекине Исмаил Хакимуса и его делегация 31 января встретились с секретарем комитета КПК Ма Синжуй по вопросу Синьцзянь уйгурского автономного района Вурумчи. По данным китайских СМИ, Ма Синжуй заявил о своем намерении увеличить объемы торговли и укрепить сотрудничество в борьбе с терроризмом. Молчание Турции по уйгурскому вопросу и неспособность посла поднять вопрос о статусе уйгуров на встрече, а также акцент на борьбе с терроризмом вызвали критику. Международный валютный фонд МВФ заявил, что экономический спад в Китае, вероятно, продолжится в ближайшие годы из-за снижения производительности и быстрого старения населения. В прошлом году в Китае наблюдался самый медленный рост за последние годы, поскольку долговой кризис в секторе недвижимости усилил геополитическую напряженность и ослабил мировой спрос. В отчете МВФ, опубликованном 2 февраля 2024 года, прогнозируется дальнейшее снижение темпов роста до 3,5% к 2028 году. Ранее в этом году прогнозировался рост на 4,6%. Правительство Австралии объявило, что по соображениям безопасности приступило к демонтажу всех камер и систем внутренней связи, производимых китайскими технологическими компаниями из офисов федеральных законодателей. Комментируя этот вопрос, официальный представитель Министерства финансов Австралии сообщил, что камеры видеонаблюдения, разработанные и изготовленные китайскими технологическими компаниями HikVisions и Dahua, установлены в 65 офисах. Чиновник также заявил, что камеры начали снимать на том основании, что они передавали информацию китайской разведке и что камеры видеонаблюдения китайского производства в 45 офисах будут удалены вместе с внутренними системами связи. Австралия ранее также запретила использование продуктов 5G китайских Huawei и ZTE. Индийская полиция выпустила голубя, которого задержали 8 месяцев назад из-за подозрений, что Китай использовал птицу в качестве шпиона. Согласно сообщению индийского фонда печати, голубь, обнаруженный в мае 2023 года и подозреваемый в использовании Китаем в качестве шпиона, был идентифицирован как мигрирующая птица, прилетевшая в Индию с Тайваня. Голубь, который привлек внимание полиции из-за того, что на его ногах были надписи, похожие на китайские, был отправлен в Ассоциацию по предотвращению жестокого обращения с животными Мумбаи и выпущен на волю ветеринарами Ассоциации. В Италии фермеры продолжают протестовать против сельскохозяйственной политики Европейского Союза, готовясь перенести свои акции в столицу. Проводимая в последнее время сельскохозяйственная политика не устраивает фермеров во многих странах ЕС, особенно Германии, Франции, Испании, Нидерландах, Бельгии, Польши, Италии и Венгрии. В греческих салониках фермеры провели акцию с личными тракторами, требуя поддержки со стороны правительства. Субтитры создавал DimaTorzok